Сегодня у педагогов профессиональный праздник. В Советском Союзе отмечать его начали в 1965 году. А через 30 лет был установлен Международный День Учителя. Как празднует его в этом году и насколько сегодня ценится труд педагога? Об этом в следующем материале. День Учителя в этом году проходит не так уж и празднично. Школьники ушли на каникулы раньше положенного на два дня и могут поздравить своего учителя лишь дистанционно. Но есть и хорошая новость. За классное руководство начали начислять ежемесячные федеральные выплаты – 5000 рублей. Размер суммы не будет зависеть от количества учеников в классе. Классное руководство отнимает много времени. Это дополнительные бумаги, это дополнительные волнения, потому что за них все равно несешь большую ответственность. Это дополнительная работа с родителем, потому что у тебя есть класс детей и класс родителей. И это еще и личная ответственность перед тем, каких ребят ты выпускаешь. Тут действительно есть такой момент, когда ты и волнуешься за них, и очень ими гордишься, когда они достигают больших успехов. Отменять предыдущие надбавки за классное руководство Министерством просвещения России запрещено. Минобор страны настоятельно рекомендует не допускать ухудшения ранее установленных условий оплаты труда, таких как снижение размеров индексации заработной платы, отмены либо уменьшение размеров надбавок, коэффициентов, стимулирующих выплат. В случае невыполнения этого распоряжения учителя могут пожаловаться, позвонив на горячую линию, которую ведомство откроет специально для этих целей. Каждый педагог имеет право максимум на две выплаты по 5000 рублей, если он имеет два и более классных руководства. В Ульяновской области около 7000 классных руководителей. Для них также действует региональная мера поддержки. И она не будет отменена в связи с новыми выплатами учителя. Классные руководители, которые работают с детишками с первого по четвертый класс, получают 10% от должностного оклада. Те коллеги, которые работают с классным руководителем с детьми с пятого по одиннадцатый класс включительно, получают 15% от должностного оклада. Но эта выплата учитывает количество детей в классе. В городских школах должно быть не менее 25 человек, в сельских – не менее 14. Елена Тимонина, Элла Шахова, Михаил Державин. Вести. Ульяновск.